Видеокурс по учебнику алгебра для 10 класса Авторы учебника Никольский, Потапов, Решетников, Шевкин Глава 1. Корни, степени, логарифмы Параграф 1. Действительные числа Пункт 1.1. Понятие действительного числа Первые числа, с которыми вы познакомились в школе, это натуральные числа Натуральные числа, все положительные числа, начиная с единицы Обратите внимание, что это положительные и целые числа Каждое последующее число больше предыдущего на единицу 1, 2, 3, 4, 5 и так далее Положительные целые числа, это натуральные числа Обратите внимание на свойства множества натуральных чисел Сумма и произведение любых двух натуральных чисел Являются натуральными числами А разность и частные не обязательно являются натуральными числами Например, мы из двух натурального числа 2 Вычтем число 3 Получаем минус 1 Это не натуральное число А частное получается при делении Если мы разделим, например, 5 на 2 Получаем 2,5 Или 2,5 Это тоже не натуральное число Вы знаете, что такое целые числа? Целые числа это натуральные числа То есть положительные целые числа А к ним добавляются еще целые отрицательные числа И число 0 Целые числа это положительные отрицательные числа И 0 Обратите внимание, что это целые числа Натуральные это целые положительные А целые числа это положительные отрицательные и 0 Сумма, разность и произведение любых двух целых чисел Являются целыми числами Обратите внимание, что в натуральных числах У нас были сумма и произведение Чтобы получить натуральное число А в целых числах добавляется еще и разность Сумма, разность и произведение Любых двух целых чисел Являются целыми числами А частные не всегда целые числа Как мы уже делили 5 на 2 Целое число 5 Делим на целое число 2 Получаем 2 с половиной Не целое число Вы знаете, что есть рациональные числа Вы знаете, что есть рациональные числа Число называется рациональным Если его можно записать в виде дроби П делить на Q Где П целое число А Q натуральное Вы знаете, что такое целое число А что такое натуральное Тоже знаете Целые числа Это положительные Отрицательные целые числа И 0 А натуральные Это только положительные целые числа Сумма Разность И произведение А также частное Любых двух рациональных чисел Являются рациональным числом Обратите внимание Что на 0 делить нельзя Здесь уже и сумма И разность И произведение И частное Будет рациональным числом То есть 5 делим на 2 Получаем 2,5 Рациональное число Повторили мы с вами Натуральные числа Целые числа Рациональные числа Каждое рациональное число Может быть разложено В бесконечную Десятичную Периодическую дробь Видите как сложно В бесконечную Десятичную Периодическую Дробь Для нахождения Для нахождения Этого разложения Можно разделить Уголком Числитель дроби П На ее Знаменатель Кю То есть Если мы делим 5 На 2 Мы получаем Дробь Дробь 5 Вторых А Десятичное число Будет 2,5 Говорят И наоборот Каждая Периодическая Дробь Есть Десятичное Разложение Некоторого Рационального Числа Посмотрите На связь Рациональных Чисел Десятичное Разложение Периодическую Дробь Видите Какие понятия Сложные Но если Разобраться В них Окажется Довольно Просто Рациональные Числа Имеют Две Формы Записи Одно В виде Дроби А другое В виде Бесконечной Десятичной Периодической Дроби Мы рассмотрели Простейший Случай 5 Делим На 2 Получаем Дробь 5 Вторых Или же Запишем Это 2,5 Десятых Переходим На страницу 4 На ряду С бесконечными Десятичными Периодическими Дробями Существуют И Бесконечные Десятичные Непериодические Дроби Которые Называют Иррациональными Числами Видите Как сложно Бесконечная Десятичная Периодическая Дробь И существует Еще Бесконечная Десятичная Непериодическая Дробь Рациональные И Иррациональные Числа Составляют Множество Всех Действительных Чисел Видите Понятие Действительное Число Действительное Число Это число Которое Можно записать В виде Бесконечной Десятичной Дроби Если число Рациональное То дробь Периодическая Если число Иррациональное То дробь Непериодическая Для примера Возьмем Дробь Две Третьих Попробуйте Разделить На калькуляторе Два На Три Получим Ноль Целых И далее Шесть Шесть В периоде То есть Как видите Две Третьих Это Бесконечная Десятичная Периодическая Дробь Поскольку Число Шесть После запятой Будет продолжаться Бесконечно Калькулятор Последнее число Заменил на семь Он округлил Остаток Но Здесь Шесть В периоде Бесконечно Длится Число Шесть Вы Знаете Что Такое Число Пи Если Диаметр Окружности Равен Единице То Длина Окружности Это Число Пи Колесо Диаметром Единица Проходит Расстояние Пи При полном Обороте Колеса Здесь Приведены Первые Тысячи Знаков После Запятой Числа Пи Как Видим Здесь Число Не Периодическое Если Мы Делим Два На Три Получаем Периодическое Число То Здесь Мы Получаем Непериодическое После Запятой Не Повторяется Число У нас И Не Повторяется Группа Цифр После Запятой Это Бесконечная Десятичная Непериодическая Дробь Которую Называют Иррациональным Числом То Есть Число Пи Это Иррациональное Число Конечную Десятичную Дробь Можно Записать В виде Бесконечной Десятичной Периодической Дроби 2,4 Будут равны 2,4 И 0 В периоде Или же Будут равны 2,4 Равны 2,3 И 9 В периоде Принято Бесконечные Десятичные Дроби С периодом 9 Не рассматривать Это позволяет Правильно Сравнивать Периодические Десятичные Дроби Для сложения Вычитания Умножения И деления Бесконечных Десятичных Дробей Вам Нужно Знать Что Сумма Разность Произведения И частные Десятичные 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 дроби являются действительными числами. Выполняют приближенно точно так же, как выполняют приближенно арифметические действия с конечными десятичными дробями. Обратите внимание, когда мы разделили 2 на 3, калькулятор нам дал приближенное значение. Последнюю цифру он сделал семеркой, хотя там 666 до бесконечности. То есть он выполнил приближенную операцию. Я думаю, что можно нам было и раньше округлить. То есть 0,667 нам этого хватило. Повторим еще раз. На практике арифметические действия с бесконечными десятичными дробями выполняют приближенно точно так же, как выполняют приближенно арифметические действия с конечными десятичными дробями. С бесконечными десятичными дробями связано измерение отрезков. Если задан отрезок, длина которого принята за единицу, то длина А любого отрезка АВ выражается бесконечной десятичной дробью. А равно А0, А1, А2 и далее АН. Если у нас есть отрезок, длина которого единица. Например, у нас есть отрезок длиной 1 метр. Мы можем указать более точную длину этого отрезка. 99 см и 9 мм. То есть отрезок у нас не 1 метр, а до метра ему хватает 1 мм. Мы можем указать длину отрезка с точностью до миллиметра 0,999 мм. Мы можем указать длина 1 мм. То есть мы округлили наш отрезок, 1 мм добавили и у нас отрезок стал 1 мм. Если мы скажем с точностью до миллиметра, то это у нас будет 99 см и 9 мм. Если мы укажем длина отрезка 1 м, то это будет значение А0. То есть приближенная длина отрезка АВ с точностью до 1 мм. Это в том случае с недостатком. Это в том случае с недостатком, если у нас отрезок больше, чем 1 мм. Или же мы округлили это число. Если мы укажем длина отрезка 1 мм. То мы можем округлить ее в меньшую сторону, скажем 1 мм. Если мы укажем выражение А0, то есть десятичная запятая, а первое это приближенная длина отрезка АВ с точностью до 0,1 мм. Обратите внимание, что отмечено фиолетовым цветом. 1,0 мм. А 23 мм. У нас будет недостача. Мы округлили наше число до 1,0 мм. Выражение А0, десятичная запятая, а первое, а второе, то есть 0,01 мм. Это приближенная длина отрезка АВ с точностью до 0,01 мм. С недостатком. Обратите внимание, что отмечено синим цветом. 1,02 мм. Это длина нашего отрезка с точностью до 0,01 мм. 1,02 мм. 3 мм. Мы округлили, убрали. 3 мм. 3 мм. У нас не достает. Так мы можем говорить и далее до АН. То есть мы можем выводить точное значение нашего числа. Когда на калькуляторе мы разделили 2 на 3, то калькулятор нам округлил аж 32 число после запятой. То есть в нашем случае АН равно А32. То есть Н равно 32. Калькулятор, видите, как округлил. 32 число после запятой. То есть в нашем выражении АН было равно А32. А нулевое это целое число. А первое это десятичные. А второе это сотые. А третье тысячные. А четвертое десятитысячные. И так далее. Произвольный отрезок АВ имеет длину, равную некоторому положительному числу. Как у нас отрезок. Как у нас отрезок равнялся либо 999 миллиметров. Либо 1 метр 23 миллиметра. То есть произвольный отрезок равен... Имеет длину, равную некоторому положительному числу. Или же можно сказать... Положительной десятичной дроби. Или обратная. Если дано любое положительное число. То можно указать отрезок АВ. Длина которого равна этому числу. Если у нас есть число 0,999, то можно указать отрезок. Это 0,999 метра. Или 99 сантиметров. И еще 9 миллиметров. Или же 999 миллиметров. Также можно округлить это все до метра. И сказать, что это отрезок равный 1 метру. Действительные числа отождествляют с точками координатной оси. Давайте вспоминать, как это делается. Зададим прямую. Смотрите рисунок 1. На которой выбрано направление. Называемое положительным. Обратите внимание на стрелочку и буковку Х. Стрелочка указывает направление. Которое положительное. У нас есть 0. И от 0 по стрелочке это будет положительное направление. Точка 0 будет начальной точкой координатной оси. Обозначили ее буковкой О. Далее зададим отрезок, длину которого примем за единицу. Единичный отрезок. Обратите внимание на оси Х. Вот где буковка Х от 0 до стрелочки. Положительное направление оси Х. И на нем стоит единичка. Это единичный отрезок. Длина которого единица. Если вы знаете линейку. Там есть 10 сантиметров. 20 сантиметров. Есть 1 сантиметр. 1 миллиметр. Вот если вы возьмете линейку. От 0 там будет 1 сантиметр. Далее идут положительные числа. Теперь обратите внимание. Что прямую на которой выбраны начальная точка. Это О. У нас она равна нулю. Начальная точка. Положительное направление. Где стрелочка показывает положительное направление. Х. И единичный отрезок. Единичный отрезок. То есть мы разделили нашу ось. Координатная ось называется. На единичные отрезки. То есть у нас есть начальная точка. Направление положительное. И единичный отрезок. И это получится у нас координатная ось. Начальная точка О делит координатную ось на два луча. Один из них идущий от точки О. В положительном направлении называют положительным. Обратите внимание. Вот х у нас идет стрелочка положительное число. А другой отрицательным. То есть если мы нарисуем еще другую стрелочку. Вот здесь вот нарисуем стрелочку. То это у нас будет отрицательное значение. Здесь будет. То есть х это положительное значение. От нуля до х. А в другую сторону. От нуля влево. Будут отрицательное значение х. Минус один. Обратите внимание. Что желтая стрелочка. Показывает отрицательное направление оси х. А белая стрелочка. Показывает положительное направление оси х. От нуля влево идут отрицательные значения. Минус один. Желтого цвета. А от нуля вправо идут положительные значения. Один белого цвета. Теперь каждой точке координатной оси. Поставим в соответствие действительное число х. По следующему правилу. Начальной точке О. Поставим в соответствие число 0. Х равен нулю. Значение по оси х. Равняется нулю. Точки А. Находящиеся на положительном луче. Положительный луч. Это у нас куда белая стрелочка направлена на доске. Положительный луч. Белый. Отрицательный луч. Желтый. Точки А. Находящиеся на положительном луче. Поставим в соответствие число х. Равное длине отрезка ОА. ОА. Равное длине отрезка ОА. Точки В. Находящиеся на отрицательном луче. Это желтый луч на доске. Поставим в соответствие число х. Минус. Равное длине отрезка ОБ. Взятый со знаком минус. Х равняется минус ОБ. Посмотрите на рисунок. Два. Точки. А. О. В. А. Имеет координату 3. Отсчитайте. Три отрезка единичных. То есть единичка. Следующий отрезок. Двоечка. Следующий троечка. Один. Два. Три. Координата 3. Точка В. Имеет координату минус 2. Обратите внимание. Что знак минус стоит. Здесь два отрезка. И значение минус. Потому что от нуля в левую сторону идут числа с минусом. С отрицательным знаком. Получаем координаты. А. 3. О. 0. И Б. Минус 2. Число х. Которое соответствует произвольному значению. Точки. На оси Х. Называют координатой этой точки. То есть. А. Находится. На координате. 3. А. Находится. На координате. Минус. 2. Оси Х. Обратите внимание. Б. Минус. А. Просто. 3. Без минуса. Обратите внимание. Что кроме координатной оси Х. Существует. Так же. Координатная ось. У. У. Если. Х. Направлена. У. Нас. Слева. Направо. От. Нуля. Положительное значение. То. Положительное значение. Оси. У. Направлены. Снизу. Вверх. Так же. Есть. Координатная ось. З. Ее. Положительное направление. Идет. На. Нас. Стрелочка. На. Нас. То есть. Х. Слева. Направо. У. Снизу. Вверх. И. З. На. Нас. Положительное направление. Это все. Положительное направление. Отрицательное направление. Наоборот. Идет. Справа. Налево. Икс. Сверху. Внизу. У. И. От. Нас. З. Переходим. На. Страницу. 6. И. Читаем. Утверждение. Каждой. Точке. Оси. Икс. Соответствует. Действительное. Число. Координата. Этой. Точки. Две. Различные. Точки. А. И. 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 Точки. Точки А это Х1, а точки В это Х2 Например на координатной оси Х находятся две точки А и В А имеет координату Х1, минус 1 А В имеет координату Х2, это 1 Значения Х1 и Х2 могут быть любые Каждое действительное число есть координата некоторой точки оси Х Как видим, действительные числа включают в себя целые числа Которые включают в себя натуральные числа Также действительные числа включают в себя рациональные числа То есть каждое действительное число есть координата некоторой точки Х На оси Х Модуль или абсолютную величину действительного числа А Обозначают вот так По определению Модуль числа А равен А Если А больше либо равно нулю И равен минус А значению Если А меньше нуля На координатной оси Значение модуля числа А Есть расстояние от точки А до начала координат Обратите внимание Здесь расстояние 2 То есть модуль минус 2 будет равен 2 Расстояние равно 2 А здесь в положительную сторону Модуль числа 3,5 равен 3,5 То есть при модуле минус убираем Модуль это положительное число без минуса Если у нас идут отрицательные числа То модуль отрицательного числа число положительное Зададим на плоскости Две взаимно перпендикулярные оси координат Ось Х и ось У Вы знаете что такое перпендикулярные Расположенные под углом 90 градусов Ось Х и ось У С равными единичными отрезками И пересекающиеся в точке О Являющиеся начальной точкой каждой из этих осей Прямоугольная система координат Горизонтальная ось ОХ От 0 до Х идут положительные значения От 0 до Х положительные значения В обратную сторону отрицательные значения Х Вверх То есть перпендикулярно оси Х Идет ось У Видите перпендикулярно Вверх положительные значения Вниз отрицательные значения Вот это все ось Х Изображена черная линия Стрелочка показывает положительное направление А вот это как мы знаем Ось Х Ось У Перпендикулярна Оси Х Перпендикулярна То есть Ось У Можно сказать Находится вертикально Расположена вертикально А ось Х Расположена горизонтально Место пересечения осей Это 0 Точка 0 С координатами Х 0 И Y 0 Единичный отрезок Вот видите Единичный отрезок По оси Х И единичный отрезок По оси И Y То есть Вот эта вот точка Имеет координату Х 1 И Y 0 Вот эта точка Имеет координату И Y 1 И X 0 Вот эта точка Имеет координату И Y 3 И X 0 Вот эта точка Имеет координату И X 4 И Y 0 А вот эта точка Имеет координату И X 4 И Y 3 Координата Точки А Записывается Как 4 3 То есть По оси X 4 По оси Y 3 Аналогично Отрицательное Значение Y Равно Минус Единица X Равно Минус Единица X Равно Минус 2 X Равно Минус 3 X Равно Минус 4 Y Равно Минус 3 Y Равно Минус 5 X Равен Нулю А Y Равен Минус 5 Прямоугольную систему координат Называют Еще Декартовой Системой Координат По имени Французского Математика Декарта В энциклопедии Вы можете Найти Подробные Данные Про Этого Математика Рене Декарта Родился Он 31 Марта 1596 Года Во Франции Как видите Родился Он Очень Давно А его Системой Пользуемся Мы До Этого Времени Ось Х Называют Осью Абсцисс А ось Y Осью Ординат Точку О Пересечение Осей Координат Называют Началом Координат Плоскость На которой Задана Декартова Система Координат Называют Координат Ной Плоскостью Обычно Ось Абсцисс Изображают В виде Горизонтальной Прямой Направленной Вправо А ось Ординат В виде Вертикальной Прямой Направленной Вверх На нашем Рисунке Стрелочки Обозначают Ось Х Направлена Вправо А ось Y Направлена Вверх Пусть Точка А Есть Произвольная Точка Координат Най Плоскости Проведем Через Точку А Прямые Перпендикулярные Осям Координат Знаете Что такое Перпендикулярно И параллельно Перпендикулярно Это под углом 90 градусов Как ось Y Находится По отношению К оси Х Получим На оси Х Точку А1 А на оси У Точку А2 Эти точки Называют Проекциями Точки А На оси Координат Абциссой Точки А Называют Координату Х А точки А1 Проекцией Точки А На ось Х Координатой Точки А Называют Координату У У Точки А2 Вот наша Точка А И мы Провели Прямую Перпендикулярно Оси Х Получили Точку 4 Значение Х Равняется 4 Провели Прямую На ось У Перпендикулярную Оси У Получили Проекцию Точки А На ось У Значение 3 А1 Это Проекция Точки А На ось Х А2 Проекция Точки А На ось У Это Координаты Точки А1 И А2 Координаты Точки Записывают В скобках Рядом С буквой Обозначающей Эту точку В нашем случае Это буква А А ее Координаты Х И У Причем На первом месте Пишут Абсциссу А на втором Ординату Например Точка А Изображенная На рисунке 5 Имеет Абсциссу Х Равная Четырем И Ординату Равная Трем Видите Ось Х Значение Точки А Проекция Равно Четырем А ось У Равна Трем Поэтому Записывают А А в скобочках 4 И 3 Через Точку Запятой Обратите Внимание Через Запятую Записывается Десятичное Значение А тут Мы должны Указать Точку Запятой А Х Равняется Четырем Первое Значение Записываем А У Равняется Трем Точка А И в скобочках Значение Х Точка Запятой Значение У Если На плоскости Задана Прямоугольная Система Координат То Каждой Точке А Плоскости Приводится В соответствии Пара Чисел Х Игрек Пара Координат Точки А И в то же Время Произвольную Пару Чисел Х Игрек Можно Рассматривать Как Пару Координат Некоторой Точки А На плоскости То есть Если бы У нас Точка А Была Вот здесь Вот То мы Записали А В скобочках 4 Это Х И 4 Игрек То есть 4 Точка Запятой Обязательно И 4 Если бы Точка А Находилась Вот здесь То мы Записали 3 Точка Запятой 2 3 Это По Иксу А 2 По Игреку Нарисуйте Себе В тетрадке Ось Икс И Ось Игрек Сделайте Единичные Отрезки Линеечкой И Нарисуйте Произвольные Точки А Далее Запишите Их Координаты Точка А Точка Б Точка С Нарисуйте Как положительные Направления Так И отрицательные Координаты То есть Здесь Х Будет Положительное А Игрек Уже Будет У нас Минус 1 А Вот Здесь У нас Игрек Будет Положительное А Икс Минус 1 Нарисуйте После этого Мы сделаем Небольшую Переменку И Продолжим Наше Занятие Пишите Нам На Электронный Адрес rsdnepr gmail rsdnepr com